Друзья, я приветствую вас. Меня зовут Кремнец Алла Алексеевна. Я руководитель студии моды Узаречья. Я хочу представить вашему вниманию ту часть коллекции лоскутных платьев, которая уже выполнена. Работа над ней будет продолжена, как я надеюсь. Так как у нас в студии занимается большее количество девочек, чем представлено вот эти шесть платьев, то и будет продолжаться работа. Сейчас я вам хочу показать несколько платьев, которые сделаны последними в этой череде. Вот, например, это. Вкратце, значит, почему выбрана такая тематика. Лоскутной техникой мне хотелось заняться давно, но приступила я к этой коллекции только в феврале 2020 года. Значит, эта коллекция выполнена из натуральных материалов лен. Лен с добавлением хлопка, а для лоскутного шития были использованы хлопчодумажные ткани, в частности, бязь российского производства. Почему выбор такой цветовой гаммы и такого рисунка? Потому что лен это тот материал, из которого наши предки шили одежду. Такая яркая цветочная гамма продиктована очень простым мотивом. Те ткани, которые имеются в продаже в нашем городе, в маленьком городе, они были приобретены. И вот из этих материалов была выполнена такая коллекция. Значит, прежде я уже в своих видео показывала выступление наших девочек. Вот это платье, оно крайне в череде других. И что я хочу сказать, что каждое из платьев выполнено в той цветовой гамме, которая подходит конкретной девочке. Девочки у нас возраста от 9 до 14 лет, они имеют свои внешние данные, цвет волос, цвет кожи и прочее-прочее. Поэтому вот, например, это платье сделано для девочки с темными волосами, карими глазками и с муглым цветом кожи. Вот оно таким образом сделано с отстегивающейся фартушком, который имитирует завязку в древнем славянском костюме. И еще мне хотелось показать вам следующее. Все костюмы выполнены по мотивам народного костюма, но с использованием современных материалов и современных технологий. А как известно, портновская работа, она смотрится с изнанки. Поэтому я хочу показать изнаночную сторону своей работы. Это платье можно вывернуть на изнанку и оно будет иметь аккуратный внешний вид с изнаночной стороны, потому как все швы закрыты хлачатобумажной тканью и имеют стежку, которая переходит у нас лицевой на изнаночную сторону. Поэтому не стыдно показать такую работу вот с изнанки. Еще я хотела представить вашему вниманию одну из сумок в череде тех, которые мы будем выполнять с девочками. Девочки сами придумали эскизы и платье у нас в такой цветочной гамме. А сумки будут с использованием элемента совушки. Дети сами так решили, потому что коллекция детская. И вот девочки сделали такой эскиз. Значит, совы. Сумка сделана весьма просто. Она прямоугольной формы. Элемент лоскутного шатя использован для декорирования лицевой части сумки. Сумка практичная. Она выполнена на застежке мумии. Внутри у нас имеется подкладка из стеганого синтепона. Спасибо за внимание.